здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов я изготавливал приманочку которая называется акробат модификации этих приманок довольно таки уловистых существует большое количество я хочу предложить вам один из вариантов этого же акробата но он будет изготавливаться совсем на другом крючке я взял крючок граб шримп погрузил его вольфрамовой крашеной бусинкой это немаловажно потому что особенность работы акробата заключается в том что при подергивании он переворачивается поэтому его обозвали так акробат я намотал немножечко свинца его не крепил промажем перед нашим шариком свинцом и клеем и задвинем вот так наш свинец и теперь мы будем его изготавливать для его изготовления понадобятся несколько специфические материалы но процессе я расскажу чем можно будет заменить крепим нашу нить нить я беру средней толщины может быть 4060 как вам будет удобно посмотрите по габаритам своего крючка теперь в качестве хвостика я буду изготавливать его из вот таких пуховых остатков флуоресцентного пера как я уже объяснял для того чтобы было нам хорошо его закрепить или использовать в качестве дабинга лучше отрезать кости необходимое количество вот так подобрать в пучочек хороший как вы видите лучше его потом мы это общипать и подготавливаем необходимую нам длину промажем обязательно место крепления так как опять же очень сильно любит карась и плотва вот в таком варианте с белым шариком желанная добыча для карася и плотвы окунь как обычно тоже не пропускает крепим его здесь же сперва подхватываем и окончательно теперь немножко немножко заходя за загиб вот как вы видите длина хвостика у нас получилось даже несколько больше чем мы планировали но это не страшно при двух-трех поклевках он станет у нас на пол сантиметра короче оставили в таком положении для сегментации тела придание блеска я возьму немножечко люрекса люрекс я возьму который я использую практически любой как вы у вас найдется одно главное чтобы он был алла графическим это немаловажно закрепим подмотаем и в качестве сегментации я буду использовать вот такого цвета под золото медную проволочку которая также продается в наборах в галантерейном нашем магазине можно использовать любую белую какую вы захотите по оттенкам как вам подойдет подровняем немножечко наше тело и теперь для изготовления тела нам понадобится с вами дабинг можно использовать подшерсток можно использовать кролика но желательно использовать вот такую вот такие есть наборы дабина антрон я беру вот такого оттеночка как вам видно песочного цвета или же светло-светло оливкового в начале мы закрепим совсем немножко так как мушка у нас будет иметь по всей длине тела несколько оттенков у хвостика делаем не сильно толстая и дальше начинаем формировать из дабина наше тело не доходя до шарика буквально пару миллиметров мы оставим место для крепления опушки и нашей груди вот так теперь где у нас место крепления грудки можно использовать также дабинг антрон но я друзья мои возьму с парочку перьев павлина который значительно лучше любого дабина буквально парочку и здесь сразу его креплю стараемся не заходить до нашего колечка и шарика буквально парочку миллиметров поправим крючок чтобы было нам удобно и выполняем пышную пышную делаем грудочку если по каким-либо причинам у вас отсутствует перо павлина можете заменить на соответствующего цвета даббинг серый черный коричневый и добавить к нему блестящих элементов это немножко собирательный образ и ручейника и это и веснянки и и просто нимф очки веснянки которая находится в первой стадии развития вот дох не доходим буквально пару миллиметров до нашего колечка вернее шарика закрепили перо остатки отрезали теперь берем друзья нашим блестящим люрексом выполним небольшую сегментацию такую чтобы придать еще дополнительный блеск антрон правда и сам по себе достаточно симпатично блестит но добавим еще вот так дошли до колечко подхватим опять же наш люрекс остатки удалили и теперь рядом возле блестящего нашего люрекса промотаем еще нашей медной проволочкой которая закрепит и утяжелит нашу нимф очку и дополнительно еще даст эффект дошли до колечко до шарика здесь закрепили замочком сложили опять нашу проволоку здесь можно теперь уже остатки проволоки отрезать ножницами бакорезами как вам будет удобно все равно мы здесь сейчас будем закрывать это все пером добавлю сюда капельку клея и закрепим любое перо из курицы которая будет позволять по величине это может быть даже куропатка но так как у меня имеется я все подбираю по оттенкам вот такое флуоресцентное перо крашеного сибрайт а я буду использовать это пёрышко я подобрал по величине бородки крепим его здесь и будем выполнять буквально три-четыре сколько выйдет оборотов для того чтобы создать достаточно хорошая красивая жабо если у вас выйдет пара оборотов это не страшно потому что большое количество здесь в принципе-то и не нужно главное чтобы у вас было хорошо обозначено отделялось наше тело с помощью этого пера но и опять же чтобы было видно что это как лапки вот так мне достаточно подровняем наши еще раз перышки вот столько оборотов полтора мне как раз хватило и теперь я здесь слежу за тем чтобы на мой шарик ничего не наползала и в то же время не образовывалась шея на нить нанесу капельку клея и выполним здесь завершающий узел остатки отрежем я специально перевернул крючок чтоб вам было видно подрезал немножечко хвостик чтобы была вот такая величина его можно делать еще несколько и покороче вышла у нас вот такая симпатичная пушка грудка мушка достаточно крепкая поэтому пробуйте в разных вариантах в разных цветах с разная пушечкой мушка работает круглый год повторю карась плотва красноперка окунь пробуйте друзья мои благодарю вас за внимание до скорых встреч